Эдхай Макбулатов проверил сегодня, как убирают автобусные остановки и пешеходные дорожки в Красноярске. Поводом для внеочередного выездного совещания послужили жалобы красноярцев. С начала года таких накопилось немало. Претензии есть к местам в самых разных районах города. В основном люди жалуются на скользкие тротуары и неубранные остановки общественного транспорта. Зато в отчетах подрядчиков все работы выполнены и везде чисто. Городоначальник решил лично проверить состояние городских улиц, а заодно и с красноярцами пообщаться. Вы здесь все время садитесь, наверное? Да. Сколько, пожалуйста, а кто здесь в последний раз чистил? Не помню. Бывает раз в месяц зависимость от Ашатсов, наверное. Не помните, когда последний раз убирали? И сегодня я вот видел, проходили сюда. Сегодня машина проехала. 2-го числа было обращение на портал. Я первый раз слышу. Не вывозят снег с остановочного футбола. Я вижу первый раз. Хожу каждый день. То есть сегодня только убрали? Да, вот. Эдхам Акбулатов проехал практически весь Свердловский район и частично Центральный. Оказалось, не все так благополучно, как в отчетах подрядчиков. Налить на остановках и сугробы вместо пешеходных дорожек. Если организация допускает жульничество, организация допускает приписку объемов, организация будет наказана. Подобную проверку городоначальник проводит не в первый раз. Напомню, в конце декабря. Он также остался недоволен качеством уборки. К тому же заподозрил, что улицы активно начали убирать только перед началом инспекции. Горожан не устраивает такой подход к работе. Мною принято решение перепроверить все обращения граждан. В случае, если подрядная организация отчиталась, что работа выполнена, как вот здесь, на улице Чернышевского, то тогда подрядная организация будет наказана. Наказана штрафными санкциями. Размер от тех штрафных санкций будет определен сегодня на отраслевом совещании. Он должен быть достаточно существенен для того, чтобы организация понимала, что приписывать объемы работы не следует. Те люди, которые принимали эти объемы работ, будут наказаны либо уволены. Может, после таких жестких санкций главе города больше не придется лично рассказывать и показывать, как нужно убирать улицы города. Дина Володина, Андрей Крупнов. Новости.